4 октября 2003 года. На федеральном телеканале «Россия» зазвучала тревожная музыка. Аккорды Восьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. На экране возникают кадры кинохроники прошлого века. Так начался один из самых популярных и резонансных документальных сериалов на российском телевидении. Авторский 96-серийный цикл «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Российская история — это остросюжетное кино про нас. С живыми людьми вместо актеров. На смертельные трюки каскадеры не приглашаются. Все сами. Без страховки из первого дубля. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые вы увидите в деталях. Значимая часть съемок проводилась в архивах, где Николай Сванидзе на камеру читал оригиналы исторических документов. Не менее важны для него места событий и подлинные интерьеры. Обслуга подала вино, не проверив температуру. Это крайне возмутило товарища Сталина. Николай Сванидзе брал интервью у известных хранителей памяти. Серии про Великую Отечественную комментирует писатель-фронтовик Даниил Гранин, режиссер с боевыми орденами Петр Тодоровский и литератор Елена Ржевская, которая в 1945 году лично участвовала в поисках Гитлера. Не забывает автор и об обычных людях, попавших в жернова истории. И она ему писала. Добрый вечер. Здравствуй, мой дорогой муж Николай Петрович. Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, а главное, в ваших боевых успехах. Целуем мы вас 99 раз. Еще бы раз, да далеко от вас. Николай Курков с Уральского прииска смертельно ранен офицером из личной охраны Гитлера в имперской канцелярии. Он погибает, когда над Рейхстагом уже водружен наш флаг. Сочувствие, пожалуй, главная черта Сванидзе. Оно проявляется не только в его рассказах, но и определяло его отношение к современной политике. Сванидзе требовал помнить о цене побед и был категорически против любых форм подавления личности. С тех пор, как он приобрел в России широкую узнаваемость, его постоянно атаковали оппоненты. У Сванидзе, говорили они, нет беспристрастности исследователя. А историк, журналист и правозащитник Николай Карлович Сванидзе своих пристрастий и не скрывал. Везде, где сталкивались интересы государственной власти и граждан, он всегда был на стороне граждан. Николай Сванидзе умер на этой неделе, 11 сентября, на 70-м году жизни. Сегодня поговорим, что это был за человек и что он значит для новой России. Родился Николай Сванидзе 2 апреля 1955 года в Москве. Семья была непростой. Бабушка и дедушка по отцовской линии – большевики. Дед был партийным деятелем, а по слухам еще якобы родственником первой жены Сталина – Екатерина Сванидзе. Стал жертвой большого террора, был репрессирован и убит в 1937-м. Дед по матери был инженер-полковником Красной Армии. Арестован в конце 40-х, освободили его только после смерти Сталина. По словам внука, вышел из заключения без зубов. Отец у Николая Сванидзе – герой-фронтовик, а после войны – высокопоставленный сотрудник издательства политической литературы ЦК КПСС, составитель сборника «Цели и методы воинствующего сионизма». Мать была крупным советским и российским историком, и Николай пошел по ее стопам. В 1977 году он окончил исторический факультет МГУ. Работал младшим научным сотрудником в Академии наук СССР, преподавал в историко-архивном институте. В 1991-м, по приглашению своего друга Евгения Киселева, который сам по первому образованию был историком-востоковедом, Сванидзе пробует себя на телевидении. Поначалу на второстепенных должностях. А теперь я предоставляю слово политическому обозревателю российского телевидения Николаю Сванидзе. Несмотря на то, что телецентр Останкино по-прежнему находится под угрозой, как мне кажется, уже можно сказать, что в последний час в московской ситуации наметился определенный поворот к лучшему. Одним из главных лиц российского телевидения Сванидзе становится в октябре 1993 года, во время силового противостояния между президентом Ельциным и Верховным Советом. Телеведущий встал на сторону Ельцина. Верным своему выбору он останется навсегда. В 2006-м Сванидзе посвятил Ельцину документальный фильм, а в 2007-м его закадровый голос сопровождал прямую трансляцию «Похорон первого президента России». Борис Николаевич был внутренне очень свободным человеком. И вот это свое внутреннее ощущение личной свободы. Он стремился, мечтал, во многом ему это удалось распространить на всю страну. Николай Сванидзе сделал головокружительную карьеру на РТР. Это нынешний телеканал «Россия-1». Но тогда он был другим. В какой-то момент Сванидзе даже возглавил медиакомпанию, но ненадолго. Ему было интереснее делать авторские передачи. Одной из наиболее успешных стала общественно-политическая программа «Зеркало». В наши дни посмотреть какой-нибудь из выпусков «Зеркало» словно поймать сигнал с другой планеты. Со вкусом сделана заставка, размеренная речь ведущего, который говорит, а не рычит. Это что касается формы. А содержание можете оценить вот по этому фрагменту. Сегодня у нас в программе принимает участие полпредпрезидента в Южном федеральном округе Виктор Казанцев, врач, также переживший трагедию как заложник Фатима Шакова, Борис Немцов, который говорит о работе комиссии СПС по расследованию последствий теракта в Москве, и в прямом эфире министр труда Александр Поченок с информацией о социальной помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта. И у нас уже есть звонки. Слушаю вас. Вдохновителем «Зеркало» стала жена Николая Сванидзе, Марина. В 2003 году они вместе запустили цикл «Исторические хроники». Этот сериал выходил на втором канале в течение 10 лет. Было задумано 100 серий, вышло 96. Авторы хотели показать панораму российской истории с 1901 по 2000 год. Дошли только до 93-го, потом передачу закрыли. Но зато закончился цикл на высокой ноте. История на самом деле наука с четкими законами. Но некоторые времена, годы иногда кажутся исключением, потому что вдруг вселяют надежду. Сериал «Исторические хроники» стал знаковым для истории новой России. Невозможно подсчитать, сколько телезрителей заинтересовались прошлым страны, сколько студентов-историков выросли на хрониках Сванидз. Огромное внимание там было уделено преступлениям государственной системы. Часть аудитории воспринимала такую риторику как очернительную. С каждой новой серией росла неприязнь к Сванидзе со стороны сталинистов и просто радикальных атакистов. Даже если ведущий просто констатировал факты, раздражение было огромным. В этом, однако, был свой плюс для исторической науки. Многие хотели оппонировать историческим хроникам, оспорить все, что там сказано, что побуждало зрителей взяться за книги и документы. Возник даже целый проект «Антисванидзе», где оппоненты подробно разбирали и критиковали каждый выпуск исторических хроник. В противостоянии Сванидзе и сталинистов обнаружился большой потенциал. В 2010 году на Пятом канале пять раз в неделю выходила программа «Суд времени». Потом появилась похожая по формату передача «Исторический процесс» на втором канале. Это было уже телевизионное шоу. Участники, обсуждая события прошлого, примеряли на себя роли судьи, адвоката и прокурора. А в роли свидетелей появлялись даже Кравчук, Шушкевич и Акаев, первые президенты Украины, Белоруссии и Кыргызстана. Поистине легендарной стала продолжавшаяся из выпуска в выпуск битва между Николаем Сванидзе и Сергеем Кургиняном, одним из самых известных в России сталинистов-консерваторов. Стоит сказать, споры Сванидзе со сталинистами – это нечто большее, чем просто дискуссии о Сталине. Это спор о смысле понятий патриотизм, страна, отечество, родина. Подразумеваем ли мы всех граждан в совокупности под этими словами? Или только политическое руководство? Некоторые из оппонентов Сванидзе придерживаются установки, которую озвучил еще французский король Людовик XIV в середине 17 века. Что, мол, государство – это я. В такой системе координат тот, кто ругает Сталина, точно не может быть патриотом. Потому что Сталин, получается, и есть родина. Мало того, Сталин – родина, победившая в войне. Так что какой же патриот может его ругать? Сванидзе на протяжении многих лет последовательно обвинял Сталина, что тот прямо накануне Великой Отечественной войны обезглавил армию, физически уничтожил большинство опытных командиров, чем заложил основу военной катастрофы 1941 года. И это стало причиной тех чудовищных людских потерь. Что сказать о последствиях для армии 1937-1938 годов? Без 1937 года, возможно, и не было бы вообще войны в 1941 году. В том, что Гитлер решился начать войну в 1941 году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел. Да что там говорить, когда в 1939 году был ряд дивизий, которыми командовали капитаны, потому что все, кто был выше, были поголовно арестованы. Сванидзе прямо цитирует маршала Александра Василевского, который большую часть войны возглавлял генеральный штаб, мозг Красной Армии. Спорить с маршалом, дважды героем и дважды кавалером Ордена Победа, как-то не с руки даже убежденным сталинистам. Другое дело либерал Сванидзе. Конкретные обвинения в адрес Сталина те постоянно перекручивали каким-то таким образом, будто критиковать решение вождя, который поставил страну на грань исчезновения, это плевать на могилы миллионов фронтовиков, будто это одно и то же. Однажды дело дошло даже до почти драки в прямом эфире. Сванидзе, который, казалось бы, давно привык, что с ним ведут недобросовестную полемику, опять услышав о том, что он, дескать, плюет на могилы, все же вышел из себя, встал и дал за трещину Максиму Шевченко. Началась потасовка. Николай Сванидзе занял удивительное место в российских медиа. Он 30 с лишним лет работал на государственном телеканале «Россия-1», где с каждым годом становилось меньше дискуссий и больше пропаганды. Но даже когда этот канал стал тем, что он представляет собой сейчас, там оставался участок свободы, который удерживал Сванидзе. Он умел говорить о настоящем и будущем через прошлое. В 2018 году, ко дню рождения диссидентки и правозащитницы Людмилы Алексеевой, он выпустил документальный фильм с названием «Не враги». В 2016 и 2019 Сванидзе рассуждал о том, что происходит со страной после ухода диктатора. Тогда он снял документалки «Двадцатый съезд» и «Год после Сталина». В студиях медиахолдинга ВГТРК Николай Сванидзе придерживался определенных рамок, прибегал к изопову языку. Но оказавшись на независимой площадке, становился совершенно независим. На радио «Эхо Москвы» он открытым текстом говорил то, что думает. Ну, какими бы ни были правила на федеральном телевидении и радио, в свое личное время я свободный человек. И Сванидзе смог себя так поставить, что на ВГТРК его не трогали. Да, стали считать чужаком и народным телом в коллективе, но работать не мешали. Александр Юрьевич, журналистам не место в автозаке и на нарах. Особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. Александр Юрьевич, освободите Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарьевичу Лицову. Оставьте журналистов в покое. Дайте им выполнять свою работу. Николай Сванидзе также был и правозащитником. Почти 9 лет он проработал в общественной палате. 10 лет, с 12 по 22 год, он входил в президентский совет по правам человека. Как правозащитник он вступался за фигурантов болотного дела. В 19-м вступил в пикировку с Путиным. Цитирую. Трогать полицейского нельзя, а женщину бить в живот можно? А стоять у нее на голове можно? А оставлять ребенка год и 9 месяцев одного без присмотра можно? На мой взгляд, нет. Таких примеров много. Немотивированная аморальная жестокость. У нас ведь и пытки приняли системный характер. Тогда Путин в ответ начал рассказывать о полицейском насилии в США. В таком же духе президент отвечал на требование отменить антиконституционную дадинскую статью о митингах. Сделать обязательное вношение номерных нагрудных знаков для всех полицейских, чтобы идентифицировать тех, кто превышает полномочия. Также отвечал и на требование отстать от мемориала и движения за права человека, упразднить институты на агентов, возбудить, наконец, уголовное дело по факту отравления Навального. Выступление Сванидзе насчет отравления было настолько жестким, что его даже вырезали из официальной видеохроники. Осталась стенограмма, я процитирую. Неважно, как его зовут, он гражданин Российской Федерации, общественный и политический деятель, один из лидеров оппозиции. Он чуть не умер, и очевидно, что не от гриппа. Отравлен ли он? Кем отравлен? Индира и Ганди покойные или сам себя отравил? Или съел турецких пельменей или помидор в плохих? Что с ним случилось-то? Отсутствие уголовного расследования по делу Алексея Навального в нашей стране имеет не только репутационные последствия, но и умаляет право граждан на защиту со стороны государства. На той же встрече Сванидзе произнес и такие слова. В последние годы государственный интерес к исторической тематике очень велик, и вы этим занимаетесь очень много, Владимир Владимирович. Но он, может быть, уже принял сильно избыточную форму, этот интерес. Следствием чего может стать разрушение исторической науки в нашей стране, которая снова попадает под начальственную диктовку. Но в ноябре 22-го года Путин просто исключил Сванидзе из Совета по правам человека. Тем не менее, в своей зоне ответственности тот сделал все, что мог сделать. Он высказывал многое президенту прямо в лицо. 25 февраля 22-го года в одном из последних эфиров в истории радиостанции «Эхо Москвы» Сванидзе прямо и однозначно осудил вторжение в Украину. А в ноябре 23-го в интервью сказал следующее. Ситуация, в которой мы оказались, точнее, в которую мы себя загнали, действительно уникальна. Аналогии мне неизвестны. И это были слова человека, которые жизнь посвятил изучению истории. В 21-м году Сванидзе выпустил свой последний документальный фильм «Гетто». На этот момент автор уже тяжело болел. Он очень мало появлялся в кадре. А зритель даже не догадывался, какого труда стоило ему читать закадровый текст. Лента посвящена еврейским гетто, которые в 40-е годы создавали нацисты на оккупированной территории Европы и СССР. Архив издан, так же, как дневники Шура и другие сохранившиеся записи. Остались детские библиотечные карточки. Видим, что читал Ося Марголес. Несмотря на тяжелую болезнь, Николай Сванидзе, как мог, посещал важные для него мероприятия – научные конференции. Достойно выдерживал и критику, и хамство со стороны коллег-историков. Гражданин Сванидзе, у которого, в общем, были такие достойные предки, ведет себя таким странным образом. Демонстрируя, во-первых, полную историческую безграмотность. И, во-вторых, к сожалению, откровенно перевирая многие факты, которые есть. Одно из последних очных появлений Сванидзе на публике было в 21-м году в Музее Победы на Поклонной горе. У него в руках дрожал микрофон, дрожал голос. Но в принципах выступающий оставался, как всегда, тверд. Через рассказ о прошлом Николай Сванидзе снова предупреждал нас об опасностях настоящего. Говорил о том, что нельзя считать политиков, возглавляющих государство, непогрешимыми. В охранительстве и в преклонении перед ними нет патриотизма. Подлинная любовь к стране начинается с заботы о людях. Из откровенного разговора о том, что было с Россией прежде и что происходит сейчас. Что достойно гордости, а что должно вызывать скорбь. Многое нам следует осознать и принять, чтобы никогда не повторились снова репрессии, войны, огромные человеческие трагедии. Чтобы Россия была свободной и счастливой. В том выступлении Сванидзе были такие слова. Наш долг говорить правду. Правды бояться нечего. Правда у нас честная. Правда у нас гордая. И она состоит не в том, что все было всегда однозначно хорошо. Нужно говорить и горькую правду. Обо всем. И нужно отделять руководство страны от народа. Такими были принципы Николая Сванидзе, которые он пронес через всю жизнь. 11 сентября 1924 года его не стало. Соболезнования его семье, друзьям, его преданным зрителям и слушателям. До завтра. Почему мы об этом не говорим прямо? Почему? Мы чего-то стесняемся? Нам нечего стесняться. Мы победители. Мы потеряли столько людей. Мы гордимся победой. Но гордиться жертвами нельзя. Гордиться победой надо. Гордиться жертвами нельзя. Мы не можем гордиться тем, что потеряли 30 миллионов человек. Это не предмет для гордости. Это предмет для горечи огромной. И мы должны знать, отрефлексировать это. И историки, и граждане. Почему это произошло? Почему это никогда не должно повториться? На мой взгляд, это наш долг перед детьми. Наш долг перед детьми и внуками говорить им правду. Не говорить, чтобы все было замечательно. Какие мы молодцы. Вот на нас напали, и мы победили. Замечательно. Да, замечательно. Да, великие. Да, гордые. Но какой ценой? И почему была заплачена эта цена? В этом отвечаю на ваш вопрос, уважаемый Михаил Юрьевич. На мой взгляд, нужно говорить правду. Мы оказаны нашим детям и внукам правды. Спасибо. 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 Спасибо.